Замечали ли вы когда-нибудь такое, что с баланса вашего телефона просто пропадают деньги? Скажем, вы никуда не звонили, смс-ки никуда не отправляли, платные услуги никакие не подключали, а баланс просто тает. Обычно мы грешим всё на сотового оператора. Ну что, мол, он, нехороший такой, в тайне от нас, подключил какие-то тайные услуги, ну там, не знаю, мелодию на звонок, либо какое-нибудь смс-оповещение, и вот за счёт этого деньги списываются. Но оно не всегда так, не всегда виноват сотовый оператор. Иногда деньги могут списываться просто из-за вашего гаджета. Просто потому, что ваш, скажем, айфон будет отправлять платные смс за границу. При этом вы об этом даже ничего не узнаете, если не будете следить за балансом. Не верите, а я вам докажу. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Ну и давайте я вам расскажу, как я об этом вообще сам узнал, и с чего всё началось. В общем, по долгу службы, вернее, по долгу блогерской работы, мне нужно было завести ещё одну сим-карту. То есть у меня есть один телефон, который основной для работы, ну, то есть я на него фоткаю, хожу, там снимаю что-то, и потом выкладываю, как бы, эти фотографии на своём блоге. А есть ещё один телефон, на который я тоже раньше снимал, но камера уже не такая хорошая, и то есть снимки получались недостаточно качественными, чтобы их на сегодняшний день выкладывать на свою страницу, и они могли бы достойно конкурировать с другими блогерами. Так вот, вторая сим-карта мне нужна была, чтобы завести ещё одну страницу в социальных сетях. Я, собственно, пошёл в магазин, быстренько оформил, причём продавцам там сказал, что мне нужна такая сим-карта, у которой не будет абонентской платы, потому что я звонить никуда не собираюсь, мне вот она нужна постольку-поскольку. Мне сказали, окей, 200 рублей с вас, вот вам такой тариф, там не будет ничего списываться, только интернет, дорогой, но зачем мне интернет, если у меня есть Wi-Fi, и с собой я этот телефон вообще никуда таскать не собираюсь. В общем, взял эту сим-карту, пришёл, а у этого оператора такая особенность, отображается баланс прямо наверху. Вот в статусе, где написано название оператора, там прямо написано 200 рублей на счету. В общем, я никуда не звоню, смс никуда не отправляю. Смотрю, на следующий день у меня 197, думаю, ну ладно, может быть что-то не так, может быть за что-то там списали при самом начале. Пару дней походил, смотрю, ещё списали. Думаю, что за фигня, абонентской платы же нету, платные услуги тоже никакие не подключены. В общем, скачал приложение оператора, чтобы посмотреть расходы. Смотрю, а там особенность такая, звонки внутри сети бесплатно, но за 3 рубля в сутки. Думаю, ну как же так, вы же мне обещали, что никакой абонентской платы взиматься не будет и услуг платных нет. Ладно, фиг с ним, просто выключаю эту функцию. Ну и всё, думаю, теперь эта функция отключена, списывать просто так ничего не будут. Как бы не так. Разблокирую я, значит, на следующий день свой телефон, смотрю, а баланс ещё уменьшился на 5.50. Захожу опять в приложение, чтобы понять за что в этот раз списали. Смотрю, звонков никаких не совершалось, платных услуг никаких не подключено. Зато стоит упоминание, что было отправлено СМС за границу. Но ни в какую, скажем там, Америку я никакие СМСки не посылал, ни порядок. Заказываю детализацию всех разговоров и СМС на почту. Присылают, смотрю. Вот в разделе звонки, интернет, СМС и ММС сообщения можно найти такую строчку. СМС за границу. Отправлены на номер плюс 44 77 86 205 094. И за это у нас списали 5.50 рублей. Вроде небольшая сумма, но если постоянно такие какие-то странные СМСки будут куда-то уходить, то, наверное, наберётся довольно большая сумма. Я, естественно, захотел выяснить, что это за номер такой, кому вообще СМС была отправлена и какого она, собственно, содержания, это СМС. В общем, полез я в отправленные сообщения, а там ничего нет. Никаких сообщений никуда не отправлялось. Ни порядок, неизвестно, что это вообще такое. Но в 21 веке довольно просто определить, кому принадлежит тот или иной номер. Ну то есть достаточно ввести его в интернете, если номер популярный, то, в принципе, он вам выдаст всю информацию о нём. В общем, оказалось, что номер принадлежит компании Apple. И, собственно, СМС была отправлена самим гаджетом. Для чего была отправлена, тоже оказалось довольно просто выяснить. Таким образом, телефон просто активирует iMessage и FaceTime. Тут проблема в другом. Многие жалуются, что у них эти СМС уходят просто регулярно. То есть постоянно, если будет списываться по 550, это никаких денег не хватит. Я у себя проверил, у меня ушла только одна СМС. То есть, видимо, активировалось всё с первого раза. Но у тех, у кого СМС отправляются регулярно, скорее всего, просто происходит сбой активации, и телефон заново пытается их активировать. Собственно, о том, что будет происходить активация, и, возможно, за это будут списывать деньги некоторые операторы, об этом прямо на сайте Apple прямо указано. Прямо вот они пишут, что при использовании устройства iPhone для активации вашего телефонного номера для программ iMessage и FaceTime потребуется обмен сообщениями СМС. В зависимости от оператора за отправку СМС сообщением может взиматься плата. Ну, то есть, это не все операторы берут деньги, но некоторые берут. И тут возникает вопрос, что же с этим совсем делать. Если СМС отправлено один раз, как у меня, и всё сразу активировалось, то делать, собственно, ничего не надо. Ну, ладно, если у вас есть техника Apple, наверное, потерю 5-50 рублей вы переживёте. Если деньги списываются регулярно, либо вы боитесь, что они будут списываться регулярно, либо на всякий случай, то тут тоже есть один способ подстраховаться и, собственно, активировать эти самые сервисы. Сам Apple для правильной активации данных сервисов советует удостовериться, что выставлен правильный часовой пояс. То есть, нужно зайти в настройки, основные, даты и время, и проверить, всё ли правильно стоит. Некоторые ещё советуют проверить правильность геопозиции в FaceTime. Это, опять же, нужно зайти в настройки FaceTime, выбрать пункт «Изменить геопозицию» в графе «Регион», ну и указать страну, в которой находишься. Ну, наверное, самый простой и действенный способ — это просто в ручном режиме активировать Apple ID. Ну, то есть, опять же, зайти в настройки iMessage и FaceTime, и там в разделе Apple ID подтвердить свою личность отпечатком пальца, либо сканированием лица. Всё просто. Ну, а как-то через оператора пытаться блокировать данный номер совершенно бессмысленно, потому что SMS-ки-то вы отправляете, а не принимаете. То есть, если бы вам прислали SMS, можно было бы заблокировать. И то их всё равно не видно, какая разница. Ну, собственно, вот такая вот небольшая проблема на самом деле существует. Но, тем не менее, тех людей, у которых это прямо на регулярной основе списываются какие-то средства, и постоянно это происходит, их не так много. Так что, если у вас один раз списались какие-то средства, и вы в детализации увидели, что это отправка SMS за границу, на такой-то номер, то ничего страшного. Один раз, ну, как бы, просто активация сервисов Apple, за которую ваш оператор взял вот эти вот деньги. Если списание происходит регулярно, то попробуйте озвученные мной способы. Но деньги ещё могут списываться не потому, что ваш гаджет отправляет SMS-ки, а просто потому, что ваш оператор подключил вам кучу бесполезных, ненужных вам услуг. Это вот очень хорошо работает со всякими бабушками, которые не разбираются в телефонах, им их всяких услуг наподключают, они и кладут эти деньги. Ай-яй-яй, не надо так, операторы. Самым простым способом будет установить соответствующее приложение данного оператора и смотреть, куда уходят ваши деньги, чтобы никакие там 3 рубля в день не списывались, полтора рубля там или сколько там они могут списывать. Просто можно думать, что если у меня там один раз в месяц будет списываться 3 рубля, то ничего страшного. Но представьте, у оператора миллионы абонентов, и если у каждого они спишут по 3 рубля, то это несколько миллионов рублей. Просто так вот мы им отдали свои деньги все. Так что нечего им обогащаться за наш счет на пустом месте. Ну и собственно небольшое постскриптум. У меня есть канал на Яндекс.Дзен, где я написал примерно то же самое. Ну то есть, что делать, если ваш айфон отправляет тайные платные смс. Статья такая. В общем, в этой статье я прикрепил скриншот того, что вот у меня списали эти деньги. В этой статье я ссылался на сайт Apple, то есть официальный сайт Apple, где прямым текстом указано, что вот так и так при использовании устройств iPhone для активации вашего телефонного номера для приложений iMessage и FaceTime потребуется обмен сообщениями. И вот тут тоже написано, что за отправку смс-сообщений может взиматься плата. Эта вся информация есть на сайте Apple, можно зайти прям и посмотреть. И что я вас тут не обманываю. И если эта информация выложена на официальном сайте Apple, значит так оно и происходит. Так вот, все равно нашелся человек, который написал, что это происходит, если купить китайский айфон. Я не знаю, пошутил он или нет, но некоторые люди в принципе могли поверить и начать переживать, что они купили какую-то не такую технику. На самом деле вот эта вот активация у меня происходит не на том новом телефоне, который я купил, не на двенашке, а на старой семерке. Двенашку я не проверял, у меня там другой оператор, возможно тоже активировалось. Но если вы переживаете по поводу того, что у вас какой-то неоригинальный телефон, то нет, все в порядке, потому что Apple как бы об этом пишет. Ну и тут в комментариях пишут люди, которые тоже с этим сталкивались. И уверяю вас, у них тоже нормальные телефоны, просто вот такая вот система. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч, пока, на инстаграм тоже подписывайтесь.